В минувшую субботу в кинотеатре Горняк провели фестиваль уличного кино. Он впервые прошел в помещении из-за погоды. Соблюдали все санитарные нормы. Посетителям при входе измеряли температуру, выдавали маски. Также их рассаживали в шахматном порядке. Для того, чтобы пройти на сеанс, зрители должны были зарегистрироваться на сайте фестиваля. Места в этом году ограничили. Из-за недавних событий, к сожалению, мы были вынуждены ограничить максимальное количество человек в зале 200. То есть не 500 человек, как обычно, а 200 максимум. По словам организаторов, был аншлаг. Все 200 мест заняты. На экранах показали 10 короткометражек, которые вошли в конкурсную программу фестиваля. Длительность картин от 5 до 20 минут. А всего сеанс занял около 2,5 часов. Как рассказывают зрители, интерес к фильмам вызван именно их длительностью. Короткометражки смотрят нечасто, поэтому хотелось подчеркнуть что-то новое и необычное. Про данное мероприятие я узнал только сегодня. Через Инстаграм я увидел рекламу. Мне показалось, что это привлекло внимание, и я решил посетить данное мероприятие. А с фильмов что-то новенького, интересного. Короткометражные фильмы я не так часто смотрю, но заинтересовало. И решил посетить, посмотреть. Перед просмотром фильмов для зрителей провели викторину на знание кинематографа. Посетители рассказывают, что это был приятный бонус. После приступили к просмотру. Зрители рассказали, что фильмы впечатлили. Но больше всего меня впечатлила «Большая восьмерка». Режиссер короткометражки Иван Соснин. И он показал, что обычный человек, простой рабочий, может привнести что-то хорошее в жизнь восьми собак. И спас их от расстрела ради международного саммита. За фильм, который больше всего понравился, зритель смог проголосовать. Нужно было посветить фонариком или экраном телефона. В ближайшее время организаторы посчитают голоса и выберут тройку лидеров по Магадану. Потом по всей России. Победителю вручат приз – полтора миллиона рублей.